Приветищи! Это Зельда, мы находимся в Хатенском институте, и как ты видишь, напротив дома, который мы хотели купить в прошлой серии. Но дело в том, что хозяина, который заставил разрушить этот дом, я так и не нашел, попросил тебя помощи в комментариях. Ты мне написал, что хозяин находится за домом. Пойдем посмотрим. Я почему-то искал прошлой серии, но не наткнулся на него. Где же он? О! А, это не хозяин, это хозяйка. Или это хозяин в розу? Это хозяин в розу? Господи. Тут еще один тип, который ломает молотом мой дом. Будущий, правда, но это будет все равно мой дом. Ладно, давай поболтаем с хозяином. Он, кстати, эльф. Смотри, у него уши какие. Это эльф. С розовым носом, господи, как жестко тебя жизнь, конечно, помотала. Ты что-то хотел? Кто-то такой вообще. Я? Я начальник стройдастроя, а также прораб, дизайнер и все такое. И зовут меня Стройда. Мы строим новые дома. Мы чиним старые дома. Любя, надежно, крепко. Стройдастрой, стройдастрой. Наш любимый стройдастрой. Стройдастройдастройдададададада. Хва-хва. Господи, что ты делаешь? Ты что, не знаешь этот танец? Я думал, вся молодежь от него без ума. Ладно, если у тебя ничего срочного, не мешай. Подожди, я насчет дома хотел поговорить. Чем ты занимаешься? Как видишь, сношу нежилой дом. Нынче покупателя на него не найти. Поэтому жители решили, что его нужно снести. Подожди, но может быть я его смогу как-нибудь выкупить у тебя? Что это с ним? Наследство получило не знает, на что деньги потратить, что ли. Давай-ка я повторю. В этом доме давно никто не живет. Поэтому жители хотят, чтобы мы его снесли. Снос дома не самая простая работа. На всё про всё нужно 50 тысяч рупий. Сколько? 50 тысяч рупий. Таким образом, чтобы купить дом, тебе нужно 50 тысяч рупий. У тебя есть такая сумма? Блинский. Офигеть, я даже не знал, что дом стоит 50 тысяч рупий. Ну давай соврем ему, скажем, что у меня есть такая сумма. Не может быть. А ты молодец. Заливаешь прямо как я в молодости. Ну ладно. Специальное предложение. Только для тебя. Продам дом за 3 тысячи рупий. Вот это разговорчик, вот это дело. Но! Сначала принеси мне 30 вязаных дров. Мне надо как-то покрывать расходы. Если всё понял, действуй. Покажи, из какого теста ты сделан. Ах, да. Топор да, зубил да, отбой. Так, точно. Мой уютный дом. Ну, тут как бы всё просто. Где у нас есть дрова? Конечно же, в лесу. Вот дрова, пожалуйста. Рызанский кремор сломан. Ну капец. Чем мне деревья-то рубить? Иди сюда. Сейчас я его добью. На тебе. О, ещё и дерево срубил. Отлично. Да-ди преу queen. Вот я пока. Та-ди преумел. Я Buна digебная серия… Я куплю недавно, кое-какит этими? Та-ди преумел. Камера в – кое-какитах. Я куплю недавно, кое-какитах. Ты пропустили용? Та-ди преумел. Та-ди, получить места. Поho-те. из них профессии все, наконец-то наконец-то 30 деревяшек мычим, короче, в магазин нужно продать драгоценные камни чтобы набрать деньжищ для покупки моего новенького уютненького чудненького домика эй, вы я, это, насобирал дрова смотри, что у меня есть принес 30 вязаных дров я могу спросить, кто ты? ну, я принес, так что держи отлично, давай сюда вот, на тебе мне всего лишь нужно было убедиться что ты настроен серьезно как и обещал, я продам тебе этот старый дом всего за 3000 рупий отлично, по рукам приходи, когда будет достаточно денег но у меня уже достаточно принес 3000 рупий принес, на, держи не шутишь? уверен, что хочешь расстаться с такой суммой обратно не получишь уверен, уверен, но держи вот это ответ, уважаю ну, давай сюда тяжело, наверное, с такими деньгами расставаться да не очень-то с тобой приятно иметь дело ты такой молодой но знаешь, как распорядиться сбережениями молодец у меня есть еще стенд для оружия который никто не хотел брать надеюсь, тебе понравится так, чем же теперь заняться? ах да, есть чем надо отправить топорду расчищать участок в вокале отлично, там в вокале много дел так что идите, расчищайте а я пойду посмотрю свой новый дом все, он же мой теперь почему тут нигде таблички нету? что это? дом Линка какого лешего? дом за 3000 рупий что я хотел? пойдем внутрь там где-то про стенд что-то говорилось вот, походу, это вот этот вот стенд повесить я сюда могу повесить а ну, нет, это не серьезно давай я какое-нибудь другое оружие сюда повешу например, вот этот вот огненный ооо ващпе красота какая, а амм, как насчет прикупить сюда мебель Линк ты же не будешь тут спать на полу? тут мебели-то вообще в целом нету никакой просто пустая коробка пойдем поболтаем с этими чуваками чуваки чего? чем занимаешься? отдыхаю кстати, ты дом купил? ага, купил удивительно, молодой еще вроде и что такого? эх, а я... что ты? я скоро отсюда уеду почему? меня переводят куда? ты, наверное, уже знаешь компания строй-дострой расширяет бизнес это же хорошо ну да, неплохо куда поедешь? в Акалу это даже севернее, чем владение Зора далеко я там был, между прочим да уж, не близко ну, удачи тебе ага ладно, пора будешь в Акале заходи в гости всего хорошего что за грустняшка? я не понял как будто лучшего друга отправил в дальний путь расширение бизнеса так, надо будет потом в Акале заскочить к этому топорду а ты че сидишь, зубилда? тебе делать нечего, да? обойду владение моего дома пос... о, у меня тут сарачик есть ага только в него я зайти не могу вот дилемма как так? могу и кровать за 40 взять опупительно я выспался и мне еще вдобавок дополнительное сердечко просто чума спасибо вам девушка вы прекрасно ну че, пойдем так, с какой-то стати линк стал флиртовать я не понял девушки комплименты делают в общем, ладно проехали нужно вернуться в Акалу чтобы попробовать купить древние доспехи давай посмотрим сколько у нас денег у нас 3800 рупи нужно еще чуть-чуть подпродаться чтобы у нас было 4 и мы могли купить как минимум 2 одежки из комплекта Акальский институт прибыли иго-го, про здорово давненько тебя не кормил надо яблочко тебе дать а, не, бро яблок нет, облом извиняю, в другой раз система в порядке можно заряжать значит так выкупаем доспехи че возьмем? ну, в любом случае надо взять тело покупаем изготовление снаряжения древняя кираса да, да, да делаем ее ожидание пи-пи-пи-пи-пи-пи ожидание пи-пи-пи-пи-пи-пи готово продолжаем че дальше че дальше че дальше мне не хватает древних шестеренок надо бы по мусорке стражей покопаться спасибо за обращение приходите еще окай давай оденем эти древние доспехи ооо красота-то какая мощные, однако, они а еще как сочетаются с камнем шика просто чума где там у нас мусорка-то была с этими стражами тут какие-то валяются но походу они уже обгладаны стариком тут нечего смотреть хотя нет, что-то было что-то было где-то можно было смотреть вот кажется здесь древний винт ну а на кой он мне сдался древняя пружина тоже неинтересно есть что-то другое мне нужны шестеренки вот на этом мусорка надеюсь, что мы здесь что-нибудь с тобой откупаем бабочку нашел древняя пружина никогда не думал что буду ковыряться в мусорке древний винт где шестерни-то, а? шестереночки о, древняя шестерня короче всего три шестеренки в этом хламье я нашел маловато будет надо побольше нашел еще одного оленя но там с ним кабан трется здесь вероятно что они меня сейчас запалят смотри как они на меня смотрят думают ты че дебил ты че делаешь кабан так вообще на меня пялиться нормально так заходим с тылу чтоб нас не заметили сейчас я седлаю эту олениху косулечка моя красавица вырубаем нитро есть тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо красава получилась оседлал оленя ой да я ай да красавица какая симпатичная че поедем куда-нибудь поехали прокатимся но погнали врубай копыта ну ты че че-то че-то скорости у нее нету это че все максимум что че-то она какая-то скучная так а если я пришпою во другое дело отлично мы мчим единственное что ускорения у оленей нет в отличие от тканям но я даже не знаю это плюс или минус потому что огого тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо спокойненько спокойненько хух дело в том что она и так в принципе в обычном режиме скачет довольно быстро а если я пришпорю ее так она визжит. Вот так вот. То есть, ну, никак не ускорится. А еще она норовит сбежать, скинуть меня и очень плохо управляется. Так, стоп-стоп-стоп. Вот мы остановились. Еще раз тебя поглажу. Ты красавица, молодец. Давай-ка я с нее слезу, попробую ее покормить. Только не знаю, чем. Че олени ждет? Оу! Фига себе. Сразу же убежал. Ну, короче, понятно. Из-за оленя ездового животного не получится. Прибыл на еще одно кладбище стражей. Надеюсь, здесь будет достаточный шестеренок. А также здесь есть лошади. Интересный экземпляр лошадей, который... О, дрова. Которую я попытаюсь приручить. Кстати, я могу угнать чужую лошадь? Давай пробуем. Не, не получится. Угнать лошадь не прокатит. Черт, это тебе не GTA. А жаль. Итак, вот первая развалина. А вон кони. Помнишь, я как-то в какой-то серии хотел приручить себе черного коня и назвать его Черный Мустанг. Может быть, в этой серии у меня получится это сделать. Попробуем подкрасться. А лучше слету, может быть. Черный конь с белой рожей. И с белой гривой. Че, по-моему, не че так. Пог... Ой, ёп, красота. Погнали. Черт, 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 запалили. Давай. Да лови гранату-ка. Отхватил копытом по лицу. Ну, хотя я в нее вроде бы взобрался, но все равно как-то отхватил. Сейчас попробую спуститься на коней с дерева. О! Тут тоже черненький какой-то. Смотри, ли он коричневенький. Непонятно, тень на него падает, и я не могу понять, кто это. Спокуха, не палите меня. Рыжуха, иди. Иди своей дорогой, не пали меня. Просто иди. Смотри, как ей гриву задувает. Ну, это скотина, а. Спалила и тех спугнула. Ну, все, это капец. Рыжуха! Ты мне все испоганила. К воде побежал. Беги к воде. Оу. Оу, вот это шарик надулся. Я тебя перехвачу! Главное, чтобы нас... Давай, 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 давай. Есть! Есть получилось. Спокуха. Давай, бежим теперь отсюда. Погнали, 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 погнали. Поехали. А, черт, пиде. Спокойненько, спокойненько. Все хорошо. Все хорошо. Вот, блин. Кстати, ты посмотри. Только что пойманная лошадь тоже не дает никакого ускорения. Спокойно, спокойно. А если я с нее слезу, она тоже убежит, как думаешь? Вот я слез. Нет, она не убежала по сравнению с оленем. То есть, давай дружить с тобой лошадка. Наконец-то я тебя поймал. Черный мустанг. Жалко-то только не весь черный. Но симпотный. Давай посмотрим на твою нитро. Вперед! О, четыре пришпоривания есть. Огонь! Вот это лошадка! Мощно! Давай-ка мы, короче, тебя зарегистрируем. Регистрация завершена. Возьмешь лошадь с собой? Да, возьму. Хорошо. И Гогобро останется у нас. Отлично. Так. Теперь у тебя есть узда и седло. Просто кошерно. Теперь у меня лухари-мустанг. В полной комплектации. Овочки! Живой! Где мой меч? Здорово! Так, тихо. Стрелять нельзя. Остудись немножечко. А так. Давайте шестереночки. О! Шестереночки есть. А нет, это-то древний вал был. Блин, шестереночки, ну где же вы? Че вас так мало-то? Ну, все. Вроде осмотрел здесь всех. О, еще одна. Отлично. Короче, осмотрел все обломки здесь. Набрал в итоге 25 шестеренок. Ну, как минимум, на штаны мне должно хватить. Итак, штанишечки-станишечки. Кстати, как насчет щита? Че там нужно? Тоже шестерня нужна, блин. Все! Денег нет, шестеренок нет. А также нет еще и древнего ядра. Нужно два древних ядра, чтобы купить древний шлем. Короче, нужно драпать в замок Ганнона. И раздавать лещей стражам. Надеть, надеть. Вау! Даже с капюшоном он смотрится просто прекрасно, Линк. Ты красавчик. В этом костюме ты смотришься как киборг. Каски, конечно, очень не хватает. Короче, подобрался к замку Ганнона. Совсем недалеко от него. Вот тут вот я. Вот и тут замок. Возле замка очень много стражников бродило. Попробуем сейчас их одолеть. К тому же тут еще и запчастей до кучи валяется. Вот так вот. Тут есть что? Древний винт. А вон там живенький ходит. Сейчас-то мы ему люляху и раздадим. Подкрасться бы незаметно, правда. Как-нибудь к нему. Здорово, бро. Он нас напалил. Сейчас подлетим к тебе, не стей. Я сам к тебе заинтересован. Минус нога. Ой, скелетики, здорово. Минус вторая. Да вы что, офигелишь что ли? Так, стой, стой, стой. Какой стрелять? Нельзя стрелять. Куда это ты торопишься, бро? Еще нога. Так, последняя ножка осталась. Где она там? Готово. Ой, там еще и из клана Ига тоже появились товарищи. Что тут за руб какой-то конкретный? Все, кони, двинул. Отлично. Сколько тут запчастей-то повываливалось. Все это сейчас соберу. Тихонечко. Так, лучник. А ну-ка отвали. Воу-воу-воу-воу-воу. Спокойненько, товарищ, спокойненько. Руку отпусти. Руку товарища схватил. Меч сломался. Надо взять вот эту штуку. Где он, этот бандит? Постой-ка, подожди-ка меня. Здравствуй. Как улетел в лику. Ну вот, там еще страж бродит. Короче, самое уютненькое местечко для сбора запчастей. Короче, хорошо, я зашел. В гости. Что у нас тут? Шестеренка есть одна. Ядра мне не хватает, категорически. А ядра, между прочим, еще реже встречаются, чем шестеренки. Так, и живенький. Живенький, смотри-ка, проснулся. Правда, без ноги одной, но ничего. Сейчас мы его все остальные отрубим. Мне так нравится отрубать ему ноги. Это просто настолько кайфово, что ты не представляешь. Ну вот и еще один стражник издох. Ядро. Отлично. Еще одно ядро осталось найти. Давай-ка попробуем подбить вот эту летающую фигню. Благо у меня есть... Немножечко вот таких вот древних стрел. Может быть, они нам как-то помогут. С одной стрелы, ты прикинь, вышиб его. Вот это я понимаю мощь. Ой, и ядрышко. Кошел. Все, мы все собрали. Последняя деталь, последняя деталь. Точнее, последняя часть комплекта. И буду я готов. Так, древний шлем. Все есть. Покупаю. Ну все. Я весь комплект купил. Надеваем. О, воу-воу-воу-воу. Опасный чувак. Ай да линг. Пойдем на свет выйдем. А тут темно. Вот это мощь. Ты посмотри только на него. Красавец. Ну что, комплект мы собрали. Осталось попутешествовать по интересным местам, где есть вероятность найти какие-нибудь полезные вещи. Например, вот сюда залететь нужно будет. В этот огромный лабиринт. После чего мы добудем последние воспоминания. Осталось всего четыре воспоминания. Одно из них это после победы Ганнона. И три из них это еще связанные воспоминания с чудищами. Мы их добудем. И после этого мы нападем с тобой на Ганнона. То есть приблизительно нам нужно еще с тобой, грубо говоря, пять серий. Ну а на сегодня это все. Не забывай поставить лайкос, а также оставить комментос. И подписываться на канал, если ты еще не подписан. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok